Значит, как движется язык? Мы минуем стадию логическую, где язык не отделим от логики. Про эту стадию еще раз замечу, что она не нужна, это совпадение логики с языком, не нужна логике. Бойко обойдется без языка. Но, видимо, нужно языку, потому что языка для его складывания необходима субъектно-притекатная стадия. Язык внутри себя должен иметь, по-видимому, обязательно субъектно-притекатное то, что говорится и то, о чем говорится. Согласно Аристотелю, здесь возражений нет. Ее мы минуем и скажем о стадии, где, собственно, проверяется язык. Единицей языка является высказывание. Веселая девочка бежит, грустная девочка сидит. Заметьте, что это атом. И смысловой, и языковой. Кстати говоря, они совпадают. То есть уже в логике складывается структура. У нас в локах, девочка есть девочка. И два свойства. Одна веселая и бежит, и другая, грустная и сидит. Еще нет языка, но логическая структура это атом для нас с вами. Вещь есть вещь. Красная, мягкая, твердая. И спускаться ниже, там девочка есть девочка. Отношение тождества. Это субъект, о котором сказываются, к которому относятся свойства. Субъект это отношение тождества, я напоминаю. Девочка есть девочка. И две пары свойств, обязательно, это минимум. Две пары свойств сказываются о субъекте. Относятся к субъекту. И это смысловое ядро, смысловой атом, смысловая единица, совпадает с единицей высказывания. Грустная девочка сидит, веселая девочка бежит. Грусти без веселья не бывает, и бега без сиденья тоже не бывает. Это, как я назвал, геометрическая стадия. То есть уже выделены признаки, уже есть различия на ая и яид. Вот, я сейчас занят, ну давай, по-хоже, по-хоже, я тебе позвоню. Не Игорь, да? Где мой и да. Ладно, геометрическая стадия, где признаки выявлены, свойства разделены на свойства и действия, ая и яид. Но если бы существовало одно единственное высказывание на свете, это, то всё равно признаки уже были бы, уже различия на ая и яид, на свойства и действия, уже проведено здесь, осмысленно. Но признаки не обладают, признаки неотделимы от той ситуации, в которой они сложились. То есть конкретно вот девочка весёлая бежит, девочка грустная сидит. Следующая стадия движения языка – это стадия всеобщности. Можно и так сказать, всеобщности. Именно признаки становятся всеобщими. Всеобщесть, напоминаю, означает, что примитивно к любому слову, ая – это свойство, аид – это действие. Реальной смысловой единицей всеобщности, стадии всеобщности языка, является высказывание «большая птица летит, весёлая девочка бежит». Заметим, что всеобщность тоже требует тела, то есть тоже существует в языке. Как деление на виды предикации существует в языке, и иначе не существует. Я говорил, что это самое интересное место. При переходе к языку – это самое интересное место. Разделение на свойства и действия не выражается в языке, а существует в языке. И вне языка, не может быть, помысленно. Дело обстоит так, что мы сначала осознаём языковую форму ая – ит. Например, мы также осознаем падеж, род, число, вид глагольный, всё что угодно. Сначала сознаём языковые средства, а потом, логически, разумеется, потом и сначала, а потом мы сознаём род предикации. Деление на свойства и существует только в ая – ит, и через ая – ит. И даже так, что сначала, видимо, ая – ит, логически, а затем деление на свойства и действия. Сначала сознаём признаки видов предикации, а затем виды предикации. Сначала языковую форму существования и развлечения видов предикации, а затем сами эти виды. Точно так же и всеобщие существуют в языке. Чтобы понять, что такое всеобщие с признаками, мы должны построить фразу. «Весёлая девочка бежит, большая птица летит». Чтобы мы могли понять, что язык обладает всеобщностью, то есть ая в любом случае свойства, а ит в любом случае хоть летит, хоть бежит, хоть смешит, хоть что. Следующая стадия языка – это стадию, я бы назвал абстракцией. А именно, мы отдельно выделяем ит-ит, то есть понимаем, что ит в любом случае представляет собой действие. Хоть бежит, хоть смешит, хоть свистит, хоть блестит, а всё равно действие. То есть здесь как бы эту форму я выделил бы так – ит, запятая ит, запятая ит. Блестит, бежит, смешит. То же самое и ая, разумеется. Весёлая, далёкая, глупая, толстая. А если возникает такое типо слов, как простатик, как понять, что это не глагол? Ой, я оговаривался, что в языке полно вот отклонений. И на мой взгляд, это не должно мешать нам грозировать язык. Ну, есть же те самые, и потому что не всегда означает глагол, надо въезжать в грамматику. Там наверняка есть уточнение, правило, которое позволяет отключить. Простатит бежит, свистит. Почему вообще-то единственное число, а щи почему-то множественного числа. Вот таких радостей в языке, просто куда ни ткнёшь, издет сплошная радость. Суп почему-то, и борщ единственного числа, а щи почему-то множественного. Тут вы правы, если такая стихия, что руки опускаются, но вот тем не менее. Итак, стадия абстракции. Ид, запятая ид, ая, запятая ая. При этом предполагается, что, конечно, когда мы произносим ид, мы помним, что это именно ид, а не ая. Когда мы сознаём ая, понимаем, что ая, а не ид. Как-то у меня получалось, что ещё одна стадия в языке есть. Ну ладно, ладно. Значит, смотрите, получается, если говорить о признаках, то на стадии всеобщности ая ид, закавыченная, ая-ид, раз нельзя писать на скидь, ая-ид, закавыченная. На стадии абстракции, которая вытекает из всеобщности, ид, запятая ид, в кавычках, ая, запятая ая, в кавычках тоже. Ну и чёрточка между этими двумя кавычками. Потому что ид предполагает, что не ая, а ая предполагает, что не ид. Причём, если мы спросим себя, как мы получаем, скажем, абстракцию, то мы получаем тоже так. Сначала мы осознаём ид, запятая ид, если есть высказывание «блестит» и «бежит» и «свистит», то мы сначала фиксируем признак и через осознание признака, через осознание признака мы осознаём, что то, другое и третье – действие. Сначала мы осознаём признак ид, сначала мы создаём признак ая, когда весёлая, далёкая, глупая. Мы осознаём признак ая, а затем и вследствие этого понимаем, что то, другое и третье – свойство, а не действие. также тоже возвратности все что угодно сначала признак затем смысл этого признака заметьте при этом что отсутствует такая языковая форма как и вчера it и , это одно а и тире и другое потому что мы в слове блестит выделяем it и через это понимаем что действие и слова свистит отдельно мы фиксируем it и понимаем что действию а третьим шагом понимаю что блестит и свистит то и другое действие поэтому нет формы it и до смысла есть просто в одном случае это дрожь и то и другое и то и другое действие а такой формы как и тире it когда отношение 2 it был бы прежде понимание смысла мы не имеем вне понимания до понимания вида предикации и , it есть а и тиреид нет потому что наверное связь этих действий осуществляется через субъекта они непосредственно когда мы субъекту присоединяем предикаты и через него связываем действия это девочка между девочкой и птицей девочкой которые бежит и птицы которая летит нет связи нашем логическом построении между девочкой какая у нас логическая связь живую то живое которое в перьями и летает это птица а то которая голая без перьев и бегает это девочка следующий шаг будет птица есть птица который является субъектом это отношение тоже является субъектом о котором сказывается что бывает птица с такими-то перьями с такими-то перьями так-то летающие низко летающие и высоко летающие но девочки соответственно бывает веселые и грустные веселые бегают и грустные сидят и так далее искусственные на самом деле изначальный язык никакой классификации не знает для него что птицы что девочка ему как-то все равно по-моему языку-то все равно кто не бежит это смеются и прочее да или даже ведь все равно для нас нет мы когда в логике пытаемся разобраться для нас это не все равно для языка все равно и для логики даже каком-то смысле все равно на стадии всеобщности и где языку все равно мы говоришь и становится беспредметным глобая культура бодрячий охота кудренка там и так далее или фраза и девочка бежит птица летит если мы помним что это единица смысла мы понимаем что фраза бессмысленно осмыслен это две фразы что девочка бежит а птица летит если мы помним что у нас единица смысла девушка бежит птица летит что это атом меньше не бывает мы понимаем что это а там это абсолютноПИС содержать на бессмысленное высказывание Вообще не содержащего никакого смысла, если мы помним, что это атом, а мы это помним. Это атом же логики, а не атом языка. Языки можно дальше делить. И атом языка. Ну в языке же можно играть языком, но как бы там спускаться ниже. То есть логики нет. В логике есть высказывание, это минимальный элемент логики. Нет, единица языка не может быть меньше единицы смысла. Почему? Ну потому что язык нечто разумного существует. Вы сами говорите, что на языке же можно мяу говорить. Это вы говорите, что можно на языке мяу говорить. Я такого не говорю. Я говорю, язык начинается. С признаками вида предикации. Что интонирование, как язык, понимается тогда, когда мы различаем наклонение, например. Повелительное от сослагательного. А там всякие ух, эх, там всякие вот эти. Ну так то же самое чего. Вот восклицание, восклицание это грамматическая форма. В отличие от вопрошания. Это язык все-таки? Вот когда мы понимаем, что эх это восклицание, а не вопрошание, то это превращается в язык. А так это просто эхо. Но ух, эх тоже смысла не иметь. Это чистый как бы… Грамматический, говорю, мы же находимся на стадии всеобщести. Язык беспредметен, сами говорите. Язык беспредметен, ему все равно, какие субъекты. Но язык имеет грамматическую форму. То есть различает в себе виды предикации. И эх это как элемент языка. Это вид предикации в смысле отличия восклицания от вопрошания. И от констатации. Есть три формы в этом ответвлении. Вопрошание, восклицание, точка. Констатация. Вот эх становится языком через понимание того, когда мы сначала понимаем, что это восклицание, а не вопрошание, тогда мы понимаем, эх становится языком, а не просто звуком. Итак, все. Вот это тоже можно… Каким образом это становится языком? Если я понимаю сначала, что это повеление. Я повелел. Не делаешь ухо отрежу. Вот этот звук, он был звук, он стал фонемой. Потому что это повеление. То есть язык шире все-таки лингвистического языка? Ну, разумеет, задвинутые брови такой же язык, как и «иди». Все, я говорю, все. Все становится языком через понимание, через развлечение вида предикации. Тут есть какой-то коммуникативный момент просто. Это повеление же есть. Все вот эти вещи становятся языком, если есть кто-то, кто его воспринимает как язык. Ну, это и истина, которая стоит рядом с высказыванием Игоря, чтобы девочки не летают. Разумеется, язык актуален только для человека, понимающего. Нет, просто тут форму сознания изучаем. То есть не обязательно, что есть другие сознания. Ничего не понял. Если есть другие сознания, то с ними не поговоришь. Это правда. Да что там другие сознания? Есть другие языки? Есть разные разные языки. Какие-то… Сейчас поговорить по-китайски, то я, честно говоря, как язык не восприниму. Никак. Никаким образом. О чем причем, что-то я сбился? Что я говорил? Про «идид», да? Что нет отношения между… А, девочкой и птицей, да. Нет отношения. То есть вот эта вот пара девочка и птица не является субъектом, о котором сказываются свойства. Девочка и птица не является… отношение девочки и птицы не является субъектом. Субъектом является живое есть живое, о котором сказывается, что одно живое в перьях, а другое – голое. И птица и птица, и девочка и девочка является субъектом, о котором сказываются свойства. Но девочки… Я… Почему еще жую это? Потому что в прошлый раз я ошибся, сделал большую неточность. Я сказал, что девочки и птица не могут иметь одинаковых свойств… «Девочка летит». Мы… Еще раз про метафору. Значит, что означает «девочка летит»? Это означает, что девочка не становится птицей, но девочка летит не похожа на птицу, а именно как птица. Речь еще раз напомню, идет не о том, что девочка так же легко и стремительно бежит, как птица летит. Это не является метафорой. Это просто сравнение свойств. Это тоже есть как, но это сравнение свойств. Речь идет о том, что девочка, оставаясь девочкой, летит птицей. Не как птица. Не знаю, как вырастить это. Девочка летит не как птица, а именно как птица, в точности как птица. И поэтому, если человек слон, то это не означает, что человек… Очаги говорят, что он слон, не означает, что он превратился в слона. Но он не просто такой большой, что похож на слона, а он ровно такой же большой, как слон. Именно этого размера. Оставаясь человеком, он делается по размеру и по неуклюжести, что ли, делается слоном. В этом смысл метафоры. Интересно, кто-нибудь догадался, что метафора именно из этого состоит? Это, собственно, не философия, это просто языкознание, вообще-то. Кто-нибудь знает, что метафора имеет такую структуру? Это совершенно не философия, это просто разъяснение смысла метафоры как языкового явления. Так вот, когда мы различаем свойства и действия, мы что делаем? Мы берем сначала отношение I-IT, а затем веселое бежит. Сначала отношение I-IT, а потом различение типов кредикации. Как строится метафора? Мы сначала берем отношение I-IT, I-IT, закавыченное, а затем осознаем, что девочка летит. Девочка летит, и птица летит, это отношение I-IT. Летит и бежит, оказывается связанными не так, как раньше мы связывали. Отдельно берем сначала I-IT, фиксируем I-IT и говорим это действие. Отдельно I-IT, фиксируем I-IT и говорим, что это действие. Потом соотносим, что и это действие говорим, ага, и это действие тоже. А если девочка упала с крыши и буквально в смысле летит? Это уже не метафора? Ну да, не метафора. И как быть здесь? Она летит не как птица. Почему? Потом мы скажем, она летит как камень. Это да, но это будет метафора. Хотя тут даже не знаю, метафора летом, что девочки действительно летят как камень тут. Это протокольное такое высказывание. А просто в метафоре почему-то подразумевается, что она метафора. Как-то это не прямо скрыто должно быть. Потому что метафор имеет и три мой же смысл. Девочка упала и летит. Сейчас разобьется. Ну вот здесь она, понимаете, это действительно не метафора, потому что она действительно летит как камень, без метафоры. Она превратилась в камень. Не девочка летит как камень, а девочка стала камнем. Потому что ее полет ничем от камня не отличается. Жалко девочку, конечно, но в принципе… А полет девочки как птицы тоже в каком-то смысле? Она же птицей становится? Нет. Смысл метафора в том, что девочка не становится птицей, а при этом летит, а при этом летит. Смысл метафора именно в этом. Я говорю об этом. То есть когда она падает, все-таки не сна, камнем становится птицей? А здесь не метафора, потому что девочка вращается в камень и, соответственно, летит как камень. Это не метафора, именно поэтому. Хорошо, потому что это не обратили внимание. Когда девочка подпрыгнула и каким-то образом, там, наверное, супергимнастка, помахала руками так сильно, что на какое-то мгновение действительно зависла, то она действительно превратилась в птицу. Правда, без перья. Метафора исчезла тем самым. Если девочка просто полетит, возьмёт так вот и полетит, как в мультике, то тут тоже метафора не будет. А метафора – это именно когда девочка, не превращаясь в птицу, летит. Так вот, мне представляется, что когда мы берём ая-ид и различаем свойства и действия вследствие этого, мы берём ид-ид и вследствие этого осознаём метафору как вид предикации. Ещё один вид предикации. Отношение ая-ид даёт нам определение свойства и действия, а отношение ид-ид даёт нам осознание метафоры. Когда мы освоили эту форму, ид-ид, но не ид-ид, а ид-ид. Видите, какая ситуация? Ая-ид-ид, 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 ая-ид. Птица весёлая, как девочка. Игривая. Игривая. Глупая. Мы берём сначала форму ая-ая, которой не было до сих пор. Мы её формулируем в языке, как формулировали отношения ая-ид и ид-ид, и запятая-ид. Берём на это раз форму ид-ид, ая-ая, и получаем вследствие этого смысл метафоры. А можно сформулировать определение метафоры? Придётся учитывать всё предыдущее построение. Если мы скажем, что два разных субъекта дождественных по свойству, то исходя из обычной логики, не нашей, все подумают, что, ну, известно, что подумают. Что два предмета левой стороной различны, а правой стороной совпадают. Ничего интересного. Не подумают. А если мы понимаем, что отношение птицы и девочки не является субъектом, о котором сказываются свойства, хоть одинаковые, хоть различные, если мы это понимаем, то мы понимаем, что между девочкой и птицей может быть только метафорическое отношение. Никакого другого. По свойствам их связывать нельзя. Субъектами является живое есть живое, птица есть птица, девочка есть девочка. А двуногая? Ну, по горане, какие вы признаки возьмете? Девочка двуногая, птица просто двуногая. Птица двуногая и девочка двуногая. Да. Поэтому давайте про перья больше говорить. Это же классическое определение человека – двуногая без перьев. Как раз, чтобы отличить, а только отскориться. Это эмпетическое. Хорошо известно в истории философии. Так что вот, субъектами является живое есть живое, девочка есть девочка, птица есть птица. Если мы это знаем, то мы понимаем, что между девочкой и птицей не может быть иного отношения, кроме метафоры. И мы строим это отношение. Строим это отношение. Девочки и птица превращаются вдруг в субъект, но в субъект не свойств. А в субъект – метафора. О девочке и птице мы строим, о девочке и птице, об отношениях девочки и птице мы строим метафорическое высказывание. Девочка летит и птица летит. Девочка веселая и птица веселая. Птица не становится девочкой, но птица ровно такая же веселая, как и девочка. По девичьей веселой, а не по птичьей веселой. То есть метафора в целом становится предикатом субъекта? Конечно. Ид-ид. Ид-ид. Ая-ая. Птица летит, девочка летит. Это метафора, которая связывает девочку и птицу. И ничто кроме метафоры девочку и птицу не связывать и связывать не может. Ну летит же еще камень, самолет, много что еще есть. Ну, я говорю, будем с... Можно метафорой связать три предмета. Девочка летит, она летит как камень, как птица, как самолет. Ну да. Ну, все-таки в разных смысл. Девочка как самолет летит, это одно. То есть получается, что метафора надо уточнять, что девочка летит как кто? Нет, ну метафора предполагается отношение предметов. Ид-ид. Начало ид-ид, потом девочка, птица. Девочка летит, птица летит. Ая-ая, потом девочка веселая, птица веселая. Поскольку метафора сама становится еще одним типом предикации, то получается, что это просто, да, еще один способ уточнить девочку. Вот метафорой. Нет, что само по себе тоже неожиданно, потому что обычно же понимание метафоры, что оно не уточняет, а наоборот, так сказать, размывает смысл. Делает его размытым, менее существенным. А здесь это просто реально еще один вопрос предикации. Ну да, 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 это уточняющее, уточняющее обстоятельство. Что действительно девочка может самолетом лететь, а может птица лететь. Может стрелой лететь. И все это будут разные. Разные девочки. Самолеты те же, они очень разные. Да и самолет, наверное, разный. Метафора, то логика и не уловить как раз. Как вот в логике? В логике просто летит и все. Метафора как в логике, получается, нет? Ну, в логике вообще нет фито-предикации. Значительно раньше язык сворачивает с логики. Когда мы вообще находим признаки видов предикации. Через языковые признаки различаем виды предикации. Это уже здесь. Ой, как далеко осталось позади уже. Мы не забыли. Между прочим, когда мы говорим, что между девочкой и птицей может быть только метафора, то нужно различать, я наконец понял это аристотельское различие, присущие свойства и привходящее свойство. Вот понимаете, человек есть человек. Человек с определенными, в этом случае половыми признаками, первичными и вторичными, мужчина с определенными признаками, женщина. И они больше не пересекаются, потому что уже определены их присущие им признаки. Уже мужчину с женщиной не соотнести. Можно сказать, что мужчина женственен, а женщина мужеподобна. То есть уже метафора. Уже метафора, да. Только через метафору можно сравнить. Но это если говорить о присущих основных признаках. А если говорить о том, что Аристотель называет превходящие признаки, то вполне можно говорить, что женщина толстая, а мужчина худой. Потому что ходоба и толщина никак не входят в присущие признаки мужчины и женщины. Мужчину делает мужчиной не толщина. Поэтому, когда мы говорим, что только метафора, это важно, видимо, помнить. Я никогда не мог понять, что Аристотель имеет в виду под превходящими признаками. Превходящие признаки – это признаки, по которым не определяется сущность, который как-то определяется, а приходящие – это те признаки, которые не существенны для определения сущности. Ну вот, не всегда сомнительным казалось разделение на существенные признаки и несущественные. Но это вот именно существенные и несущественные, да? Существенные, которые касаются сущностей, а несущественные вот эти переходящие. Но это вот в волоседеление на сущности явления, даже Сартов понимал, что это глупость, что есть ряд феноменов, а с одной стороны это существенно, мы выступаем на очень шаткую почту, для вас существенно камера, а мне вам этой камерой будет забить. А вот нос майора Ковалева это существенный признак или превходящий? Вы опять о Гоголе, а не в Бутевине. Ну напрашивается в данном случае. Ну ладно, когда нос, когда там какой-нибудь мундир, да, это помню у Чехова есть такой рассказ, да, о отменили, когда человек сидит, 20 лет уже в отставке, пьет наливку у себя в имении, вдруг узнает, что его звание... Подпоручика. Да, отменили, и тот мундир, который он надевал по праздникам, потерял всякий смысл, вот, и он просто, ну все, человеком мир глухнул, хотя казалось бы мундир, но он давно в отставке. Явно же это не существенный признак, превходящий, а тем не менее, так сказать, целиком субъект пропал. Я думаю, это метафора. Что же он пропал? Нет, это мундир и мы метафора. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать про метафору. Мне показалось, что эту тему можно закрыть. Какие еще тропы в языке существуют, Игорь? Ага, ну так сходу не скажешь, но здесь вербало есть. Это вот та же метафора, да. Преовлечение, это человек словно, чистая метафора. Нет, надо подумать... Это просто виды метафор, может быть, ничего кроме метафор нет в языке? Тут как бы вопрос такой сугубо литературоведческий. Надо внимательно посмотреть, что говорят об этих тропах. Может быть, они действительно все являются модификациями метафоры. Метонимия еще есть. Да вот все вот эти есть, я даже не знаю, что это значит, честно говоря. Метонимия, это как бы перенос по имени. Ну, не так важно. Сложно сказать. Нет, так интуитивно, конечно, понятно, что все остальные, они не так важны, как метафоры. Потому что, собственно говоря, и забывается, что они... Ну, надо бы уточнить. Ну, я знаю, там надо подумать. Ну, это же, наверное, метафора все-таки является существенной стороной языка или побочной? Ну, существенной. Я думаю, что метафора как раз... Да. Развитие языка. Ая-ид, и запятая-ид, и метафора-ид. То есть это не игра какая-то, да? Думаю, да. Ну, как вы обычно говорите, что поэзия для философии, типа, это как бы нечто несущественное, да? Пусть в поэзии скажется это все, это просто. И тогда мы разберемся, о чем там речь идет. А теперь получается, что поэзия существенная. То есть именно поэтический язык, метафорический такой, насыщенный. Ну, я боюсь, что вообще наш язык метафоричен почти везде. То есть, я банально говорю, что когда метафора стала привычной, застыла, то она превращается просто вне метафору. А в основе своей она все равно метафора. Ну, Хадигер же любит тоже метафор и всякие поэтические структуры анализировать. Считает, что это существенное? Не, он один из считает, что художественный язык это и есть язык. Это одно из таких, я говорю, распространенных высказываний, что язык это и есть художественный язык, или художественный язык это и есть, собственно, язык. ничто иное, как физик. Это да. Я, честно говоря, закрылся. Я не знаю, куда дальше, чем дальше заниматься. Куда же нам плыть? А мы же хотели как-то наш язык прикрутить в этой системе формулу. А, да, да, нет, я вспомнил, просто я поправился. Нет, все нормально, прикрутить формулу. В следующий раз займемся прикручиванием языка к логике. Тут еще есть момент такой. Вы понимаете, что я не додумал, но, может, извините, какой-то додумаю. У меня по языку-то есть вопрос, связанный с тем, что вот язык, он имеет последовательную структуру существенную, в отличие от логики. И язык, как бы, на самом деле, более, нечто более временное. То есть, можно мыслить как-то логику, а не времени. А вот язык, по-моему, невозможно. То есть, язык – это вот нечто последовательное, ну, допустим, в речи особенно это четко ясно. Ну, и даже в тексте это есть, да, что вот есть некое родо последовательность. И, может быть, это последование в языке, оно требует определенного рода формы, чтобы эта последовательность могла быть, как бы, ну, осуществляться. То, что в логике достаточно просто схемы нарисовать, да, там. И все. И как бы все понятно. А в языке вот надо это разворачивать. Последовательное. Ну, так язык, у нас и получилось, что язык – это, как бы, да, вот, расцветшая полненькая. Не, ну, важно, что именно временная составляющая, вот это еще. А я не понимаю, что у нас временная. Ну, что вот есть некая, вроде, последовательность. Это неизбывная, необходимая последовательность. В речи или в тексте везде последовательность есть. Мы не можем избавиться здесь от времени. Ну, невозможно текст, как бы, или речь, или язык, вот так вот, передать непосредственно простым актом. Это так, как обязательно осуществляется в неком временном промежутке. А логика, на самом деле, она, как бы, считает, что это осуществление передачи, да, коммуникации несущественно для ее сути, да, что ее суть, на самом деле, вне коммуникации, да, что вот она какая-то вневременная суть. А логика претендует на вечность, да, на вневременность, а язык все-таки, он не может отказаться от времени, от последовательности. Потому что он тогда теряет все. И метафоры свои теряет, и вот это все, и метонимию, и там прочее. Вот эта вот последовательность, эта временная последовательность языка все-таки делает, ставит вопрос, на самом деле, что первичный язык или логика? Ну, наверное, это, в этом интересно подумать. Я сейчас не думается. Или просто и вопрос так ставится, что есть, на самом деле, первичный язык, а просто язык, который убрали временную составляющую, становится логикой? Я по-прежнему не очень понимаю, что такое временная составляющая. Вы имеете в виду, что язык во времени меняется? Он меняется. Я имею в виду, что язык, когда мы говорим или когда мы пишем, он последовательный, существенный. Он требует существенного некоторого рода последования. Одно, другое, там, эти знаки препинания, интенсионные, либо на письме, требуют этих всех окончаний, которые подразумевают, что когда ты последовательно что-то слышишь, то ты должен понимать, что есть глаголы, что есть вот эти определения и прочее. То есть, возможно, всё это связано именно с тем, что язык во времени развивается. Язык разворачивается во времени всегда. Не сам язык, а когда мы его используем. А когда мы различаем чисто логическую, делаем различения на субъекты, предикаты? Мы можем это делать языковым способом, но, тем не менее, сама суть никак не страдает от того, что есть её просто начертить. То есть, сама суть дела, как это утверждает логика, не зависит от способа её изложения. То есть, есть сама суть дела, как бы та вот некуда мысль, которая вне времени, а язык – только способ коммуникации. Каким способом это? Это мы передаём другому. Ну, или самому себе, да, это расшифровано. То есть, как бы логика – она вне времени, а язык – он не таков. Язык не может отказаться от времени, потому что он и во времени разворачивается, и его сущность, как бы, мне кажется, только на времена. Боюсь, что я всё-таки не до конца вас понимаю. Ну ладно, на следующий раз, на сегодня хватит. Хорошо. Ну вот тут… Есть ещё что-то? Время есть ещё. Нет, нет, я просто тут чисто предварительно, значит, наука говорит… А то обождаем на съёмки. На съёмки обождаем. Да, 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 да. Вот, тут предварительно в числе этих тропов, ну, как бы, есть, на первый взгляд, десятка-полтора. Но, значит, последние лет 50-60, значит, есть такой результат у языкознания, что все они, в общем, опираются на три основных тропа. Метафоры, метанимия и синегдаха. Но я вот так вот сейчас коротко почитал, что есть что, там вся разница только в том, что переносится. То есть, всё это, как бы, фигуры переноса. То есть, и всё равно, да? Да, да. Просто считают разделение какое, что в метафоре переносится свойство по сходству, вот то, против чего вы возражаете, да? В метанимии переносится значение части на значение целого, или, там, значение множественного числа на единственное. В общем, вот такие. То есть, собственно говоря, смысл-то происходящего один и тот же. Происходит перенос только по разным предигациям в ваших выражениях, в ваших терминалах. А синегдаха что такое? Синегдаха, ну вот, ещё не вник. Не знаю. Вот вникните и доложите следующий раз. Да, давайте я доложу. А тут ещё они, сволочи, определения не дают, а только примеры. Вот как так можно всё убивать за такое? А если такое убивать, вообще никого не останется, да? Ну, правда, лишь так нельзя. Они, биологи, будут ходить по земле, и всё. Остальных уже не будет. А с точки зрения нескольких средств, Игорь, я хочу обратить внимание, во всех случаях ИТ-ИТ. То есть сначала должно быть вот это вот отношение АЯ-АЯ-И-ИТ, СЯ-СЯ, всё, что угодно. Только не через запятую, а через тире. Надо подумать. Да, да, посмотрите, будет хорошо, я вряд ли соберусь. Всё, на сегодня. Всё, на сегодня.